Природные богатства и труд людей. Основа экономики. Узнаем, что составляет основа экономики. Будем учиться раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике. Вспомни, как природные материалы превращаются в вещи. Приведи примеры двух-трех производственных цепочек. Какое место в них занимают природные богатства и труд людей? Первое. Производство товаров и услуг невозможно без использования природных богатств. Раскройте значение природных богатств для экономики по плану. Значение воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы, растений, животных. Подготовьте сообщение классу. Без воздуха не будет гореть топливо в котельные двигатели автомобиля. О движении воздуха. Ветер. Во многих странах используется сейчас для выработки электроэнергии. Для этого строят специальные сооружения, ветряные установки. Исчезнет вдруг вода и остановятся заводы и фабрики. Закроют столовые, прачечные, прикмахерские. Не говоря уже о том, что станет ненужным весь водный транспорт. Без воды невозможна жизнь, невозможна экономика. Полезные ископаемые. Нефть, природный газ, каменный уголь и другое. Поэтому и называются полезными, что используются в хозяйстве. Каждый полезный ископаемый используется по-разному. В зависимости от его свойств. Без земли, почвы было бы невозможно сельское хозяйство. А значит и производство продуктов питания. Недаром землю называют кормилицей. Большое значение для экономики имеют растения и животные. Вот только два примера. Древесина, заготовленная в лесу, идет на изготовление мебели, строительных материалов, бумаги, а рыба, выловленная в море, служит одним из важнейших продуктов питания для людей во всем мире. К великому сожалению, многие природные богатства люди используют хищнически, не думая ни о судьбе самой природы, ни о будущем человечества. Экологи предупреждают, долго это продолжаться не может. Богатство природы нужно использовать бережно, чтобы не разрушить наш природный дом. Второе. Природные богатства сам по себе не обеспечат нас товарами и услугами. Нужно еще что-то очень и очень важное. Это труд людей. Раскройте роль труда людей в экономике по плану. Для чего нужен труд людей? Какие профессии необходимы в экономике? От чего зависит успех труда людей? Труд необходим для того, чтобы добывать природные богатства. Он требуется для производства любых товаров и услуг. В экономике нужен труд людей самых разных профессий. И не только физический труд, но и умственный. Например, труд архитектора, инженера, работника банка, ученого. Успешные результаты труда во многом зависит от образования человека. В современной экономике требуется все больше образованных людей, например, умеющих работать на компьютере, знающих иностранные языки. Успех труда зависит и от здоровья людей. Тот, кто часто болеет, вряд ли сможет трудиться так же хорошо, как тот, кто болеет редко. Хорошо, если человек с детских лет начинает заботиться о своем здоровье. Обсудим. Первое. Какова роль в экономике профессии ваших родителей, близких, знакомых? Второе. Как связана между собой труд шахтера, столевара и парикмахера? Третье. Как труд ученого помогает экономике? Проверь себя. Первое. Почему природные богатства и труд мы называем основой экономики? Второе. Какие природные богатства используются в хозяйственной деятельности людей? Третье. От чего зависит успех труда людей в экономике? Природные богатства и труд людей – основа экономики. Они требуются для производства товаров и услуг. Задание для домашней работы на выбор. Первое. Запиши в словарик «природные богатства труд». Второе. Выбери у себя дома какой-нибудь из предметов, например, пуговицу, ложку, тетрадь. Попробуй с помощью взрослых изучить и коротко описать устно рождение этого предмета. Какие природные богатства и оборудования были использованы для его изготовления? Люди каких профессий трудились? Узнать это можно из дополнительной литературы интернета.